Я тебя записываю. Записываешь, не надо меня записывать. Я никаких высоких мыслей не рассказываю. Ля-ля-ля-ля! Ой! Это Мишина. Мишина нашего кокта. Да? Да. Да? Да, это Мишина. Ну, приготовьтесь! Та-та-та-там! Это я и купала. Вот это готовое миссию. Какой-то материал хороший. Да, и сейчас хороший, мне нравится. Мишенька, дорогой, мы с Леной, вернее, я с Леной отдыхаю. Очень довольна. Ну, не знаю. Когда мы встретимся, не знаю. А сейчас что ты, мамочка, будешь делать? Пить? А сейчас я буду пить кофе. Так, а кто твой прислужник? Вот он стоит рядом со мной. Как его зовут? Лена. Молодец. Так, сейчас кофе остынет, и мы будем пить с мамочкой кофе, а потом мы идем в бассейн. Да. Вот, мама довольна. А вот... Не ворую папы. Подожди, сейчас тебе придет еда, мама. А это было... Это папина еда. А ты потерпи немножко, хорошо? А еще раньше мы были вообще вдвоем с Галей. И были у нас мама и папа. И вот за них я хочу поднять этот тост. До свидания. Благодаря им, особенно в данном случае, благодаря маме, Благодаря нашим родителям, и Лизонька у нас появилась. Хорошенькая. И от Лизы целый корень такой дальше пошел. Так и от Гали. А от меня уже правнук есть. Но к счастью, к большому счастью, вот мы сидим тут втроем, Могилевские, и мы живы. И вот... Ну что? Сегодня день рождения моей любимой Галочки. Нашей, моей жены, моих... Мама, ну что я могу сказать? Жизнь была трудная когда-то. Тем не менее, невзирая на все эти трудности, она все-таки сохранила бодрость, свою внешнюю красоту. Это благодаря, хотел сказать, себя, ну, конечно, не меня, но благодаря заботе детей. Потому что последние годы жизни, неважно, со здоровьем, но очень большая заботливость детей. Очень приятное окружение всех наших родных, которые здесь находятся за столом. Ну, я хочу сказать, чтобы она процветала у нас дальше. Трудная-то задача, но выполнена. Надеюсь, что мы еще встретимся в следующем году. Мамочка, мамулечка, ну как тебе обновка? Ой, очень нравится. Очень нравится. Такая легкая, как будто бы невесомая. Правда? Просто как невесомая. И так облегает, так уютно. Уютно, правда, мамуля? Ага. Ну, хорошо. Так что ты здорово угадала. Ну, вот, слава богу, угодила. Очень хорошо. Мы сейчас будем слушать марш иудеев из оперы Набуха в Эрнде. Да. Ну, давай, сейчас. Мамулечка моя дорогая. Ну, я тебя люблю. А! Тебе фалафель понравился? Понравился. Я 100 лет не ела его. Да? Хочешь еще куда-нибудь покушать? Да нет, хватит. А что мы хотим делать сейчас? Попить еще чего-нибудь. Вот возьмем. Ну, вот я поэтому не купила, не знала, что тебе выбрать. Что ты хочешь? А что там есть? Ну, не знаю. Там всякие колы, манго, газировка. Нет, ни колы, ни манги я не пью. Сок какой-нибудь. Спасибо, дорогие детки. Ну, сними маску на секунду, мама. Мы тут далеко. Давай, сними. Хорошо. Спасибо, дорогие детки. Даня и Ульяна. Я вам очень признательна. Мурьяна. Очень признательна. И чтоб вы были здоровы. И чтоб вы были жизнерадостны. И чтобы все у вас было. И чтоб мы... Я нахожу. А я сейчас расскажу. Вместе еще встречаюсь. А? Еще вместе с тобой обречаюсь. Скажи. А, ладно. Дедушка хочет, чтобы мы еще много-много рад встретились. Мы встречались вместе. Я надеюсь, очень. По подобных торжествах и других вещах тоже. Да, хватит. Спасибо. Ну, ты сегодня просто прелесть. Когда мы приходили из леса с... Было? Да. Я и бабушки в гостях. Было у... Было я у бабушки в гостях. И в городе Кейтипске. А вот это моя бабушка. И мой дедушка. А это я. А, хорошо. И жили они, и дедушка, и бабушка, в деревянном доме, который стоял на берегу. Вкусно тебе, мамусик? Мама? Вкусно? Ой, папа тебе бы завидовал. Мороженое. Купили мамочке сегодня новое платье. Красивое. Вот, теперь мы в кафешке. Но мама, правда, забыла сразу, что купили ей платье. Да, мам? Ты помнишь, что купили платье? Ну, вкусно тебе? Да, мы сегодня выползли. Не зря день прожит. С мамой вышли погулять. Правда, мамуля, хорошо из дома выйти куда-нибудь? Правда, мам? Правда. Ну, передай Мише привет. Помахай Мише рукой, мама. Мише, помахай. Скажи Мише что-нибудь. Мише, мы тебя любим. Скажи папе что-нибудь, мамусенька. И папу. Ну, опять, на минутку-то хоть посмотри. Скажи папе что-нибудь. Люблю. Ну вот, поговори с кем-то, с Лизой. Я Лизе перешлю твою фотографию. Ты такая красивая. Ну, ладно. Мамуль, как ты себя чувствуешь? Хорошо. Мы сейчас для чего сюда пришли? Выпечь кофе. Правильно. Да, и выпей. Да, вы спаешь или нет? Да, вот этот ресторан же. Вот он. Лена, перестаньте жить. Своими этим ходить. Сперст. Аппаратом. Кто-то не делает, потом кто-то натреть будет. Лена, перестань делать. Лена, ну, слеже говоря... Непривожная черная степь пролегла между нами. Не поешь, мам. Это настоящие песни, которые были правдой от души, когда в жизни... Амуля, поедешь в гостиницу? Нет, я не знаю. Как папа скажет, так и будет. А папа, куда ему деться, я ему скажу. Я заказала гостиницу нам с тобой. Не знаю. Шикарно. Недалеко. Ну, хорошо, с разрешения папы поедешь со мной. Ну, если папа разрешить, поеду. А чего дома сидишь целый день? Ну, что? Ну, наверное, скучно тебе. Скучно мне нисколько. Я бы не смогла столько сидеть дома. Чего ты делаешь целый день, мамуля? Ну, сейчас сошла. Раньше не попадались. О любви Пресецкой и Щедрина. Ты читаешь это? Да. Ну, так расскажи мне тогда, что там прочитала. Ну, что я знал. Среди Щедрины. Что эта пара очень полюбила друг друга. Это одна из известнейших пар, которые, значит, любили. Ну, да, любили уже, теперь любили. А Щедрина-то кто, мам? А? А кто такой Щедрин? Щедрин-то композитов. Мамуля! Тебе вкусно было? Мама, это суп тыквенный. Какой? Из тыквы. А, так ты знаешь. Да? Ну, попробуй. Ну, как? Вкусный. Ну, кушай. А тебе хлебушка принести чего-нибудь с ним? Ну, хорошо. Я пойду за хлебом. Что ты хочешь сказать папе? Скоро встретимся. А Мише? И Миша тоже. А Данечке? Данечка, я все время думала о тебе. Как ты поживаешь? Надеюсь, до скорой встречи. Мамусик, ты что будем делать? Мы подождем. А? Подождем. Чего ты хочешь подождать? Конечно. Мам. Галя. Ну, что это такое будет с вами, а? Что это, мама? Ну, пойдешь или нет? Ну, пойду. Пойдем. Ну, хорошо. Давай, скажи Мише что-нибудь. Тероричность нам дает. Да чего издеваемся? А первый раз не хочет уходить из моего дома. Мамус, ты еду. Да? Хорошо. Ну, мамусик, ну? Что ты хочешь? Тебе понравилось? Тебе хорошо было? Мне понравилось, у меня все очень хорошо. Спасибо большое за все. Ну, хорошо, дорогая. К папе пойдешь? Ну, пойду. Что же мне делать без него? Не знаю. Давай, я тебя целую. Хочу поднять этот багал за Галю и Роман. Они воспитали чудесных детей. И они получают сейчас отдачу для этих детей. Так, чтобы они нам были здоровы. И чтобы дети были рядом с ними, здоровы и счастливы. Будьте здоровы. Дорогие друзья, дорогие гости, сегодня у нас праздник в семье. Мы отмечаем юбилей нашей прекрасной дочери, Леночки. Она выглядит гораздо лучше, чем паспортные данные. На 20 лет моложе. Ты стала врачом, хорошим врачом. Мне неоднократно останавливают твои пациенты и говорят, какая у вас хорошая дочь. Желаю тебе, чтобы ты берегла свое здоровье, чтобы у тебя все складывалось на работе. Ну, чтобы тебя также радовал твой дорогой сын, наш внук Данечка. Ну и, чтобы все было у тебя хорошо. Она также была здорова, преуспевала, имела контакты с большим количеством знакомых, занималась своим любимым делом, врачевала, лечила больных. Ну, хотелось бы, чтобы она также следила за собой, как всегда, чтобы ежедневно у нее были новые наряды. Желаем, чтобы она также хорошо заботилась, как и до этого, о своих родителях. Желаем всего хорошего. Есть за горами, за лесами, маленькая страна. Там звери с добрыми глазами, там жизнь любви полна. Там чудо-озеро искрится, там зла и горя нет. Там во дворце живет жар птица, и людям дарит свет. Маленькая страна, маленькая страна. Кто мне расскажет, кто подскажет, где она, где она? Там, где душе светло и ясно, там, где всегда весна. Там, где всегда весна. Там, где всегда весна. Там, где всегда весна. Подними глаза в рождественское небо. Загадай все то, о чем мечтаешь ты. Жизнь не до тебя. Я так счастлив не был. Для тебя одной, их так любишь ты, эти белые цветы. Я люблю тебя на слезь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok